Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Сегодня я хочу дать вам один инструмент, с помощью которого вы можете не переживать, что канал Телеграм вас заблокирует, и этот инструмент исчезнет из вашего арсенала. Так вот, к сожалению, суд Российской Федерации постановил, что Телеграм блокирует. Но в этом видео я дам вам кое-что, что поможет вам не бояться этого. Привет, друзья, с вами Владимир Коваленко, и сейчас я вам хочу рассказать, как же все-таки можно обойти блокировку Телеграм, если все-таки это случится. И первое, что хотелось бы процитировать, это сообщение Павла Дурова, которое он ставил на своем официальном аккаунте. Мне вам гласит, что пару минут назад Павел Дуров на своей странице ВКонтакте дал ответ на запрет Телеграм в России. Мессенджер будет использовать встроенный ВПН, и пользователям даже не придется активировать его и совершать какие-либо действия, обходы. Единственное, Павел попросил не удалять и не переустанавливать Телеграм. Что же имеется в виду? ВПН-сервисы это сервисы, которые помогают нам, скажем так, показать, подключая которые вы показываете, что вы находитесь в другой стране или в другой локации. Их можно использовать для того, чтобы обойти. Так, если Россия запретит использовать Телеграм, с помощью ВПН-сервиса вы можете показать, что вы сейчас находитесь в другой стране, и таким образом вам будет доступен, так сказать, мессенджер для использования. Пока еще все хорошо работает, но все же, если это случится, и сам Телеграм не успеет устроить, так сказать, встроенный ВПН в него, то нам придется использовать сторонние сервисы, о которых я вам сейчас расскажу. Итак, для того, чтобы использовать сторонние сервисы, я использую вот такие. Opera VPN или VPN Master. Где их взять? Их скачиваем в бесплатном доступе в App Store. Вот он. Opera VPN, как вы видите. Или VPN Master. Так они выглядят. Они у меня уже скачаны. Я использую два. Если какой-то один из них не работает, то я могу всегда использовать второй. Вот. Как же ими пользоваться? Сейчас вам подробненько покажу. Включаем Opera VPN. Простое действие. Кнопочка внизу. Включить. Видите, нам включилась такая страничка. Здесь есть сменить местоположение. Нажав ее, мы можем выбрать местоположение наше, которое будет ображаться для серверов. Канады, Нидерланды, Сингапур, Соединенные Штаты Америки. Чтобы выбрать Австралию, Великобританию, Испанию, это нужно уже иметь платную версию. Но нам это не к чему. Потому что для того, чтобы использовать основные ресурсы, нам будет достаточно бесплатной версии. И она хорошо работает. Все, смотрите, мы таким образом подключились. Как это проверить? Видите? Вверху, там где показано сигнал мобильной связи, значок Wi-Fi, мы видим значок VPN. Значит, на данный момент работает VPN-сервис, и мы находимся не в России, а находимся в Германии. Как использовать второй сервис? Сейчас я вам покажу. VPN-мастер. Запускаем. Дальше, смотрите, можем выбрать что? Страны. Есть платные. VIP. Это нужно покупать подписку. Есть бесплатные. Мы можем выбрать, вот, например, давайте выберем Канаду. Нажимаем Канада. Идет подключение. Все, шлем оделся. Все окей. Опять-таки вылазит у нас рекламка. Мы ее можем закрыть. Все, это работает. Как проверить, что работает? Опять-таки, видим, да, там где значочек Wi-Fi, есть значок VPN. Когда мы отключаем, этот значок пропадает. Отключить. Теперь этого значка нет. Таким образом мы понимаем, что включено или не включено VPN. Желаю вам хорошего рабочего дня, чтобы у вас все получалось, и чтобы больше не случались никакие негоразды, и чтобы даже отключение телеграмма вам не помешало в вашем бизнесе, поэтому используйте эти сервисы. С вами был на связи Владимир Ковленко. Пишите комментарии или вопросы под этим видео, если вы знаете что-то большее, какую-то информацию о владении, потому что на данный момент она очень актуальна, и все интересуются, как же будут происходить дела с телеграмм, потому что сам телеграмм сейчас стал нашим бизнес-инструментом. Вот. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»